Фалеев. Время собирать камни. Моё самое яркое впечатление – утка по-пекински на ужин, рассказывает обладательница призовой поездки на Олимпиаду 2008 года. Ну что же, для среднего обывателя вполне нормальное переживание. А вот заветное желание медалистки Олимпиады, наверное, будет существеннее. Главная мечта – сделать татуировку в Пекине. Дискуссия радиоведущих разворачивается вокруг шопинга, от которого могла отвлечь только еда. Удовольствий немного. Есть еще две-три наиболее часто обсуждаемых. Например, развод, подающийся как веселое приключение, хотя это лишь итог супружеской несостоятельности и неспособности построить отношения. Мир раскручивает потребности, предлагая все больше выбор блестящих бус. Фото у зарубежного фонтана, ночь в Н-звездочном отеле, дорогой автомобиль или модная одежда – это попури многих рейтинговых передач. Институты питания, национальные блюда, экзотические диеты. В сущности, все это не более чем просто поесть, и после обеда практически сразу теряет смысл. Вы – культурный человек. Если жизнь не удается, измените прическу, смените одежду, поменяйте друга. Вот еще один псевдосовет. Боюсь, что культура – это нечто большее, чем то, что мы едим, пьем или носим. И это даже не возведенное в ранг высоких ценностей и отображенное в музыке, литературе и кино. То, что мы едим, пьем, носим. Модная вещь может развлечь нас, но через неделю вновь проблемы. Почему от самых близких людей я получаю больше всего неприятностей? Почему меня не понимают, как, впрочем, и я часто не понимаю других? Почему даже в компании друзей мне бывает так одиноко? Увы, в этом прекрасном и многообразном мире тысячи мужей стандартно изменяют своим женам, и тысячи жен стандартно изменяют своим мужьям, также стандартно извиняя грех стремлением к разнообразию. Попробуйте подобно христианам, не наскучить своей жене в течение многих лет совместной жизни. Вот где проявится настоящее разнообразие и творчество. Нет, я не согласен с тем, чтобы мне приписывали ущербность. Напротив, я хочу много большего, чем предлагает реклама. Я хочу, чтобы мои песни слышало небо, а дела позволяли искать славы, чести и бессмертия. Созидание, ответственность, профессионализм, доверие, принятие, уважение, безопасность, преданность, сострадание, надежда, любовь, милосердие. Желайте лучшего, желайте небесного. Выпустите на волю самые сокровенные потребности души. Признайте, что ваша душа не может удовлетвориться тем, что вы имеете, или тем, что вам предлагают в кредит. Каков смысл всего того, что я делаю? Откуда у меня неплохого, в общем-то, человека? Это чувство вины, вспышки беспричинной тревоги или даже страха. Куда я иду, и что со мной будет? Реализация глубинных потребностей – это шаг в бессмертие. И это не аллегория. Это реальность. Быть христианином – не вопрос выбора, убеждений или эмоций, а вопрос правды. Как не вопрос предпочтений отвергать закон всемирного отяготения, прыгая с девятого этажа? Принять Божье прощение через жертву Иисуса Христа – это вопрос жизни и смерти, и это вопрос истины. Вообще-то мы легко подчиняемся Божьим установлениям, когда они не задевают наших амбиций. Общаться с электричеством без изоляции, сесть в автобус с пьяным водителем, отказаться подчиняться законам гравитации – опасно и глупо. Мы не бунтуем против того, что у нас только две руки с пятью пальцами на каждой, принимая это как неизбежное. Понять, что любые Божьи принципы непоколебимы и правильны – это хорошая возможность преодолеть многие конфликты. «Человеку положено однажды умереть», говорит Библия. «Что? Я умру, а радуга будет все такой же прекрасной? И волны о берег, и розы в росе. Я – человек, ощущающий глубокие потребности, строящий далеко идущие жизненные планы, и вдруг так внезапно заканчиваю жизнь. Неужели это все? Почему большинство моих способностей остаются невостребованными? Можно ли выдернуть счастливый билет, чтобы вместо старости, безысходности и смерти получить смысл, радость и жизнь? Человек в миллионы раз сложнее лягушки, и это для того, чтобы также лишь оставить потомство и умереть? А потом суд – еще не легче. Ответственность за нелепо прожитую жизнь перед Богом? Еще и после смерти проблемы. Есть ли выход? Есть ли что-то доброе для меня сейчас или потом? Библия утверждает, да, есть добрая весть для нас, для интеллектуалов и необразованных, атеистов и иноверцев, хороших и не очень, гордых, потерявших надежду, успешных и неуспешных. Что? Для всех одна? В Библии так много непонятного, и она написана людьми. Покупая дорогую вещь, мы пытаемся разобраться в инструкции, иначе не будет результата. Почему же мы не исследуем самую важную инструкцию, как жить, как победить смерть, боль, бессмысленность и безнадежность? Или же откладываем Библию, едва начав читать, думая, что это слишком сложно? Потому что в мире есть грех, есть силы тьмы, которые мешают сделать правильный выбор. Я не хочу читать Библию. Увы, это не ваш личный выбор, а сдача позиций силам зла. Все ценное происходит через борьбу. Начать читать Библию – это борьба. Пытаться понять новое – это борьба. Здорово, что непонятно. Библия – это мысли от Бога. Книга, собранная из отдельных, тщательно хранимых рукописей, написанных людьми разного статуса, жившими в разное время. Но какая цельность и согласованность, какая сила и глубина, какое влияние на человечество? Она написана призванными Богом святыми людьми, пророками и апостолами, способными слышать, исполнять и передавать волю Бога. Значит, есть необходимость побороться, чтобы понять. Потому что от этого зависит ваша жизнь. Детальный научный исторический анализ снимает всякие сомнения относительно личности Иисуса Христа и Его воскресения у тех, кто готов рассмотреть все факты. «Поучение большинства моралистов», говорит выдающийся английский писатель Гилберт Честертон, представляют лишь мощный и гладкий поток банальностей. Но в Евангелии нет банальностей. Ошеломляющие заявления, неожиданные выводы, смущающие упреки, невероятные события – это да. Люди готовы упрекать Библию за противоречия, им не нравятся эти парадоксы за то, что они не являются банальностью. Иисус сказал, «Я есть истина». Может ли христианство быть современным? Почему нет, если верят современные люди? Скучно повторять, что среди христиан есть и нобелевские лауреаты, и космонавты, и бизнесмены, и есть масса простых людей, в том числе и с тяжелым прошлым? Удивительно, какими близкими могут быть эти совершенно разные по интеллекту, социальному положению, жизненному опыту люди. Двигаясь по восходящим или нисходящим спиралям цивилизации, мы по-прежнему можем обращаться к священному писанию, например, приходить за утешением. И это понятно. Но Библия дает пищу и для интеллекта, и для профессиональной деятельности разного рода, позволяет строить эффективные взаимоотношения в семье, на работе, в обществе, получать силы для устранения конфликта с самим собой. И главное в Библии – это возможность встречи с Богом. Христианство современно, устраняя вопиющее противоречие между желаниями, стремлениями и реальной картиной нашей жизни. Оно интеллектуально, отвечая на вопросы, на которые никто не может ответить. Оно научно, и по мере развития науки исчезают кажущиеся противоречия между Библией и научными данными. Христианство жизненно, предлагая принципы поведения в самых различных сферах. И оно реально, так как связано с реальной исторической личностью – Иисусом Христом. Тысячи свидетелей Его жизни, сотни свидетелей Его воскресения из мертвых, десятки тысяч документов о Его божественной миссии. Он пришел на землю, чтобы заключить с нами договор. С Его стороны Он уже подписан. Кровью на кресте Голгофы. Отдайте Христу вашу бесцельность и бессмысленность, жадность и пошлость, эгоизм и неверие. Попросите о милости. И в ответ вы получите прощение, свободу, цель и смысл вашей жизни. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, говорит Господь. Его воскресение – божественное свидетельство жизни после смерти. И это – подарок нам. Скажите Ему простые слова благодарности, попросите о руководстве для вашей жизни. Только Христос знает дорогу в вечность. Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Авторы Библии утверждают, что записали Слово Божие. Множество образованных людей на протяжении веков принимали это. И сегодня тысячи квалифицированных ученых во всем мире признают полную непогрешимость Священного Писания. Наука не противоречит Библии. Например, целое направление, созданное научной школой академика Беляева, соединившее в себе анализ генетических, репродуктивных, гормональных, окрасочных и других характеристик животного, очень напоминает генетические эксперименты патриарха Иакова, описанные в главе 30 Бытия. Библия открывает Творца, наука изучает сотворенные им законы. Свою докторскую диссертацию я защищал как верующий ученый. Став христианином, я по-прежнему доверяю нетпривзятым научным фактом. Но за несколько лет моего христианства мне удалось сделать в научном плане много больше, чем за долгие годы атеизма. Бог расширил горизонты моих исследований. Результаты оказались столь ошеломляющие, что дальнейший их анализ привел бы лишь к никчемной возне с редакторами атеистических научных журналов, использующих контраргументы вроде «это же очевидно?» В отличие от христианства атеизм не слишком утруждает себя доказательствами своей позиции. Изображение Питикантропа в учебнике вырисовано столь детально, что и в голову не придет, что оно получено лишь на основе фрагмента черепа и нескольких зубов. При этом каким-то образом установлено, что они не носили одежды. Спустя столько лет что же они ожидали обнаружить? Каменную шляпу? Спрашивает Честертон. Противопоставляя сотворение и эволюцию, редактор журнала «Натура» пишет «Никто в здравом уме не будет отрицать, что эволюционная теория мощное средство обобщения данных и поэтому истинна». Лозунг скорее эмоциональный, чем доказательный. Но Библия объединяет много больше фактов. Как возник основной генетический код для всей биосферы? Почему при наличии в природе Л и Д изомеров аминокислот в живых организмах регистрируется лишь Л-аминокислоты? Почему концентрация четных элементов периодической системы в земле много больше, чем нечетных, а углерод единственный элемент, способный образовывать сверхдлинные цепи? Зачем в Антарктиде красиво, хорошо весьма, если там никто не живет? И как появились живые системы, требующие условий, которые только они сами способны создать? Из работ основоположника термодинамики неравновесных процессов Ильи Пригожина следует, что все конкретные макроскопические системы с известной историей образования возникли не путем случайных флуктуаций, а под влиянием внешних сил или в результате бифуркаций, обусловленных нелинейностями и внешними влияниями в открытых системах. Другими словами, любые живые системы испытали на себе влияние внешней созидательной силы. Так какие же внешние силы создали первые биологические объекты? спрашивает профессор физики атомного ядра Владислав Ольховский. Категорические утверждения о случайном появлении живых организмов с их генетическим кодом и целостными структурами почти неупрощаемой сложности требуют более слепой веры, чем предположения о разумном создателе. Основное, что определяет мою жизнь, как и жизнь других верующих, это воля Божья. Он побуждает не удовлетворяться хорошим, но искать лучшего. Христианин Альберт Швейцер, врач, музыковед и органист, оставил престижную кафедру в Европе, чтобы лечить больных в тропической Африке. Сегодня он более известен как лауреат Нобелевской премии мира, а значительная часть жителей Габона — христиане. Бог пришел в этот мир. Если ему понадобился крест Голгофы, то каковы же состояния людей и их участь без Бога? Верующим приписывают безумие. Но взгляните на атеистический мир. То он впадает в пессимизм, отрицая ценности жизни, то в крайний эгоизм, сосредотачиваясь на вещизме. То начинает верить снам, то шепчется о зеленых пришельцах. С достойным удивлением упрямством люди ищут религиозных переживаний где угодно, но только не там, где их действительно можно найти, пишет Джон картрайт. Они идут к индийскому гуру или психоаналитику вместо того, чтобы прийти домой в христианскую церковь. То, что воспринимается как безумие проповеди, уже две тысячи лет остается наиболее надежным и разумным, когда все кругом сходит с ума. Небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. Можно повторить вслед за Честертоном, что мир христианства более светлый и терпимый, его стремления разумны, инстинкты более здоровы. Он спокойнее и приветливее встречает удары судьбы и саму смерть, нежели мир за пределами христианства. Потому что душа христианского мира сам Христос, а мы плоды его миссии. И никто в этом многообразном мире не счастлив так, как избранные его точно вспышкой молнии, озаренные приобщением к вере, вспышкой оказавшейся вечным светом. миссии. Миссия